Иблис и Адам оба ослушались Аллаха, однако их ослушание было не схожим по своему характеру. Ослушание Иблиса было вызвано высокомерием, и он отказался поклониться перед Адамом. Что же касается Адама, то он ослушался из-за своей слабости. Он был искушен, он подвергся соблазну, но каким же образом они поступили после того, как совершили грех? Иблис не стал каяться перед Аллахом. Наоборот, возгордившись, Иблис стал винить Аллаха. В Коране говорится, что когда Аллах спросил Иблиса, почему ты не поклонился перед Адамом? В чем была твоя проблема? Он стал винить Аллаха. «Господи, ты сам сбил меня с пути! Это не я! Это твоя вина! Это ты сам так повелел!» А как отреагировал Адам? Обратите внимание на две разные реакции и два разного рода греха. Они оба грешники. Но когда согрешил Иблис, его грех привел его к куфру, неверью. Его грех вызвал у него протест. Когда согрешил Адам, его грех вызвал у него раскаяние. Он привел его к покаянию, к таубе. И Аллах принял раскаяние Адама. Почему? Потому что Адам взмолился Аллаху с мольбой. «О Аллах, я проявил несправедливость по отношению к себе! Мы согрешили! И если ты не простишь нас, если ты не смилуешься над нами, то мы окажемся среди тех, кто сбился с пути». А Иблис возгордился еще больше. «Я не виноват! Это все ты! Ты сам так пожелал!» Мы с вами не ангелы. Мы все совершаем грехи. Но как же мы поступаем, совершив грех? Мы следуем примеру Адама или же идем по стопам Иблиса? Если мы следуем Адаму, мы говорим «О Аллах, я проявил несправедливость по отношению к себе! Я провинился! Прости меня!» Если же мы следуем Иблису, то говорим «Нет никаких проблем! Я вообще тут ни при чем!» Грех гордыни всегда тяжелее, чем грех, вызванный страстью. Мы не утверждаем, что грех, вызванный страстью, является халялем. Конечно же, это не халяль. Грех Адама заключался в том, что он был искушен. Он был подвержен страсти. Его зазывали порывы щахва – жажда удовольствия. И это неприемлемый грех. Но он не настолько тяжелый, как грех гордыни. Гордыня – это грех Иблиса. Если кто-то совершит грех, но потом признает его, то само признание своего греха дает ему какую-то надежду. Только поймите меня правильно и не подумайте, что я призываю вас совершить грех. Но перед нами снова два выбора. Одно дело – признать, что мы совершили грех, а другое – вопрошать, мол, а почему это харам? Мне наплевать, что это харам. Иными словами, отвергнуть шариат Аллаха, отвергнуть запрет на алкоголь, мол, мне все равно. Для вас алкоголь может и харам, а для меня халяль. Всякий, кто говорит такое, следует Иблису. И это куфр. Отвергать предписание Аллаха является куфром. Если вы не следуете им в полной мере, вы совершаете грех. Иблис в итоге обратился к Аллаху, да и Адам в итоге обратился к Аллаху. Но обратите внимание на разницу, на самое первое отличие. Когда они оба обратились к Аллаху? Иблис обратился в самом конце, когда уже не было никакой надежды. Адам обратился в самом начале. Как только Адам осознал, что совершил грех, он тут же сказал… Иблис продолжал пререкаться с Аллахом. О Аллах, я же лучше Него. Я сотворен из огня, а Он из земли. Ты сам подвигнул меня к этому деянию. Пока в конце концов Аллах, Субханаху и Тааля, не послал на него последнее проклятие. Мое проклятие лежит на тебе во веки веков. Иблис оказался в безвыходном положении. У него уже нет никакой надежды. И как же он действует? О Аллах, дай мне отсрочку до судного дня. Позволь мне прожить до дня суда. В этом для нас урок в том, что истинный верующий никогда не медлит с мольбой к Аллаху. Му'мин не медлит с таубой. Он не откладывает ее на потом, на завтра. Нет, он немедленно обращается к Аллаху. А тот, кто откладывает, идет по стопам Иблиса. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракету. Дорогие братья и сестры в исламе и все наши добрые подписчики, находящиеся в поисках истины, пусть это обращение застанет вас и ваших близких в состоянии крепкого имана и прекрасного здоровья. Вы, наверное, уже знаете, что в этот период смуты YouTube отключил монетизацию в России. Это серьезный удар по многим каналам, среди которых оказались и некоммерческие каналы, занимающиеся исламским призывом. В их числе оказалась и наша с вами Миссия Дава. Более того, YouTube отключил возможность спонсирования нашего канала на территории России. В связи с этим мы просим наших спонсоров из России поддержать нас и перенести спонсорство на платформу Patreon. Команда Миссия Дава непрестанно работает над созданием и локализацией качественного и полезного контента для мусульман, проживающих не только в России, странах Центральной Азии и Западной Европы, но и наших братьев и сестер в Украине. Мы никоим образом не разделяем нашу умму по национальным признакам, скорее даже наоборот. Мы всячески способствуем нашему единству, иншаллах. Скромные сборы с рекламой и ваши искренние пожертвования помогали нам покрыть часть расходов на создание качественного полезного видеоконтента. В воле Всевышнего, благодаря всем вам, тысячи людей регулярно получали важные повседневные наставления и достоверную информацию об исламе. С целью сохранить канал, мы в очередной раз обращаемся к вам с предложением поучаствовать в работе Миссии Дава своим пусть небольшим, но многозначительным пожертвованием. Братья и сестры, особенно те из вас, кто регулярно смотрит на нас сейчас за пределами России и Украины, Даже небольшая сумма, перечисленная на счет канала, имеет значение в сохранении и укреплении нашей общей работы и нашей общей миссии Дава. Да поможет нам всем Аллах и вознаградит нас всех своей безграничной милостью. Аминь. Продолжение следует... Продолжение следует...